всем привет ребят вот только начинаю разговаривать и Сеша начинает ругаться но она не ругается она на самом деле разговаривает это уже когда у меня настроение хорошее то мне смешно с этого на самом деле когда я бывает немножко ну то есть подуставший или там еще что-то с настроением не так то это немножко напрягает но когда настроение хорошее то мне даже смешно ее слушать. Мне кажется, что она мне хочет что-то рассказать, поэтому сейчас вот я первый раз за все время решил заснять вот именно с этой локации, с этого загонщика у Псеши. Вот я никогда отсюда не снимал. Я им только что насыпал покушать и думаю, пока они едят, они помолчат. Но нет, ребят. Они молчать не хотят, тем более Физя. Он такой разговорчивый, что это кошмар. Перед тем, как я вам покажу яйца, которые начали нести мои утки и мускусные начали нести. Ну, как начались? Из 50 уток у меня 3 яйца снесли. То есть начали бросать яйца. Вот так лучше сказать. В общем, я хотел сказать по поводу своей звездности. Ну, я имею в виду хотел вам немножко сказать о том, что некоторые люди считают, что я немножко зазвездился. А теперь вспомните вот это прошествие... Ну, то есть по прошествии двух лет вспомните первое видео обзор хозяйства, который я показывал именно с этого помещения. То есть я здесь лазил с животными. И спустя два года ведения канала я до сих пор сижу в этом сарае с этими животными. И о какой звездности вы мне хотите донести? То есть, ребят, перестаньте накручивать себя и выдумывать. Разные ненужные вещи. Да, то, что я в последнее время записываю очень длинные ролики и очень много разговариваю. Мне тоже часто пишут, что я очень много разговариваю. Это все потому, что зрителей стало больше, комментариев стало больше. Кстати, за последнюю неделю мне пришло четыре с половиной тысячи комментариев. За семь дней, ребят. Четыре с половиной тысячи. С ума сойти. Я чисто физически не могу на все ответить, поэтому если я чей-то комментарий не заметил, вы напишите его под новым видео еще раз. И он тогда будет у меня последним, и я его точно замечу. Но тоже не гарантирую, потому что очень большой поток комментариев. Поэтому не обижайтесь. Это то, что я не отвечаю на все комментарии, это не относится к тому, что я зазвездился. Это просто физически не успеваю. День короткий, всего 24 часа в сутках, поэтому я ничего не успеваю. Что я хотел еще рассказать? О чем? О яйцах, о утках. У меня 50 уток, и сегодня я нашел 3 яйца от мускусных уток и около 10 яиц от крякающих. Но крякающих уток у меня примерно 10 штук и есть. Они начинают нестись рано и несутся очень долго. То есть крякающие утки не так, как индоутки. Они несутся каждый день и на протяжении полугода примерно, а то и дольше. Могут снести от 120 до 180-200 яиц. То есть крякающие утки несут очень хорошо. Мои крякающие утки хохлатые. Яйца я буду закладывать в инкубатор в это воскресенье. Это будет первая закладка в этом году. Я не хотел так рано, но мне жалко выбрасывать такое количество яиц. Поэтому я просто запущу инкубатор, проверю оплодотворенность яиц. Будут ли там зародыши или пока яйца пуслили. На самом деле вы мне пишите, что очень много я снимаю из себя, но мне кажется, что я когда с вами разговариваю, то мне нужно разговаривать с вами смотря вам в глаза. В данной ситуации ваши глаза и это включенная вспышка, поэтому вам кажется, что я смотрю вам в глаза. Не обижайтесь там, если кому-то что-то не нравится, просто пропустите видео, ждите видео по теме. Мне говорят, что в последнее время стало очень много видео про свиней, но это основная моя работа сейчас это свинги. Они мне будут приносить самый большой доход, поэтому основное внимание сейчас на свиней. Утки. Уток тоже у меня много. Ребята, они никуда не делаются. Ночью нечего их показывать. Они сидят на улице, не шевелятся. Сейчас я им насыплю покушать и вы на них посмотрите. Все утки на месте. Ни одной утки не убрал. За последние 4 дня у меня нет времени. 2 дня я ложу в саду, обрезаю деревья. Руку уже не чувствую. Вот этой рукой, которой я обрезаю ветки, у меня просто уже онемело по самое плечо, поэтому я ничего не успеваю. Пока сейчас у меня дробится зерно, я решил записать сразу видео, потому что пока я закончу управляться, то будет уже 11-й час. и так каждый день, ребят. Чисто физически ничего не успевали. На самом деле, по поводу стрима, который я решил провести завтра, стрим будет. Уже мне начали там под тем постом жаловаться, что так поздно у нас будет. Ребят, я реально не могу раньше. Я не могу. вот когда я смотрю очень много блогеров, и когда они говорят, ой, нет времени, нет времени, нет времени, и по 5 стримов на неделю, но у меня если нет времени, то у меня реально нет времени. То есть я домой попадаю ежедневно в 10 часов вечера. Очень редко, когда я туда попаду раньше. Жена мне звонит каждый раз, говорит, ты скоро, ты скоро, ты скоро, но я не могу уехать до того, пока я не сделаю то, что у меня назначено на сегодняшний день. Очень большая радость на сегодня у меня то, что я отремонтировал свой «Жигуль». У меня шестерка «Жигуль», и там оторвало солдата. Вот там, где реактивная штанга, ну вот сзади, на задних колетцах, где мост, и вот эта реактивная штанга крепится к вот этому солдату, и он просто от старости машины отгнил, и вот так отвалился. Отвез сегодня машину в обед на СТО у меня получилось, ну то есть по времени я договорился на СТО, позвонил, и отвез машину, и как раз до того момента, как я пришел с работы, в 5 часов они мне позвонили и сказали, что машина готова, и можно приехать забрать. Пока они не меняли эти все штанги, ну вот эту реактивную тягу, и поменяли еще что-то, я забыл, как оно называется, тоже за это взяли деньги. И пока меняли, сказали, что у меня капает бак. А они говорят, что можно поменять, там был у них бак. Тихо, Псеса, охи разговорчивый, надо от них уходить. В общем, поменяли они мне бак, поменяли вот эту реактивную, ну вот эти все штанги, полностью я купил новые. Пизя, ну не рувайся, ну охи разговорчивые поросяты, я не представляю. Ну че ты такой разговорчивый? Ну че ты такой разговорчивый? разговорчивый. И вот эти реактивные рей, ой, как их, штанги я купил все, ой, боже мой, и они мне обошлись 700 гривен и заплатил еще 1050 гривен за то, что они мне все вот это сделали, поменяли и отремонтировали. В общем, получилось 1750 гривен, ну тише, пожалуйста. Это примерно 4500 рублей. Я считаю, что для Жигуля это очень дорого, то есть Жигуль, который стоит примерно тысячу долларов, а то и не стоит. Вот такой небольшой ремонт обошелся в такую стоимость, то есть невыгодно в наше время держать такую машину, но на самом деле она моя палочка выручалочка, этот Жигуль он. Да, шестерка она, а Жигуль он, в общем, не знаю. В общем, эта машинка моя палочка выручалочка, потому что я на ней зерно вожу и опилки вожу, то есть у меня на самом деле закончились опилки, поэтому мне пришлось ну то есть позасыпать свинюшкам соломы, потому что уже у них было прям грязно. У меня был один мешочек, я понемножку насыпал опилок и понемножку насыпал соломы. Теперь у них чистенько, сухенько, а то они прям все вымазались, я не мог на них смотреть, мне это не нравится. И теперь моя машина отремонтирована, я очень рад, договорился за машину жены, у нас, ну то есть у меня вот Жигуль шестерка, у жены черри Кима, и там потек радиатора, я уже говорил, это произошло где-то две недели назад, и вот на завтра договорился, он посмотрит, может потек сам радиатора, может какой-то из патрубков лопнул, я там ничего не мог понять, я заглядал, ничего не понял, откуда оно капает, в общем, лучше отвезу на СТО, и пусть посмотрим. По поводу инкубации, я, ну еще раз повторю, что я буду закладывать яйца в воскресенье, на данный момент вот такое количество яиц нанесли птица на этом дворе, вот я их никуда не складывал, потому что я их собираю вот буквально восемь дней, за восемь дней никаких манипуляций с яйцами проводить не нужно, начала нести здесь и вторая серая гусы, ну то есть беленькая гусынька сиротка несет вот такие яйца, а серая снесла вот такое, смотрите, насколько оно крупнее, и я буду закладывать их в инкубатор послезавтра. Это несут мои крякающие утки и меня часто спрашивают показать, как выглядит, ну то есть как отличить яйцо мускусной утки от крякающей, да все очень просто, я всегда говорю по цвету, форма у яиц бывает совершенно разная, поэтому говорить, что, ну то есть по форме отличается нельзя, а вот по цвету они очень сильно купаются, купаются, весело бегают вокруг поилки, по цвету очень отличается, вот смотрите, это яйцо крякающей утки, а сейчас вам покажу яйцо мускусной утки, вот здесь в гнезде, сейчас, вот, начала нестись уточка, смотрите, ну, я думаю, даже объяснять не нужно, мускусный, ну то есть яйцо от мускусной утки зеленого цвета, такого кремового, ну то есть я не знаю, как этот цвет называется, защитного что ли, ну а у крякающей утки яйца светлые, поэтому вы никогда не спутайте, потому что вот некоторые пишут, что я не пойму, какие яйца, некоторым кажется, что они все одинаковые, но на самом деле они совсем не одинаковые, я сказал, что у меня утки снесли, ой, ты улегся, улегся отдохнуть, да, устал рваться, вон поел, толстенький стал и разговорчивый, я сказал, что три яйца снесли, вот два яйца, но они такие неудачные, потому что они оба треснутые, вот и здесь трещина, смотрите, вот треснутое яйцо, и здесь тоже, не знаю, почему они треснутые, но я их отдам свинке, я их отдам Хельге, боже, надо уйти от кабачка, он, он неспокойный, по поводу вчерашнего видео, которое я снял от Хельге, мне там написало очень много комментариев, ну, вы написали очень много комментариев, и на самом деле много комментариев, ну, хороших, но и много комментариев, написали, вызови ветврача, ребят, Хельга не болеет, ветврачей вызывают больным животным, а Хельга не болеет, у нее просто нет аппетита, она не хочет есть, в туалет она ходит, яйца она ест, воду она пьет, сыворотку она пьет, молочко она пьет, а дробленку не хочет, это не болезнь, ребят, со свинкой все в порядке, просто вот, ей нужно, я вас спросил, чтобы вы мне подсказали, что ей такого дать, чтобы она начала кушать дробленку, но на самом деле много человек написало, что дробленку лучше запарить, и я вот тоже думаю, я, мне сейчас некогда, я это сделаю на выходных, сейчас я ей, даю ей яйца, даю ей сыворотку, она сегодня выпила 5 литров сыворотки, съела 5 яиц, мы сегодня к ней не пойдем, яйца ей размешал с дробленкой, она съела около литрового ковшика дробленки, поэтому, ну, я не скажу, что она прям ходит голодная, но так, как она ела раньше, она не ест, то есть, нет вот такого аппетита, как вот сейчас, например, кушает чернушечка, то есть, она, у чернушки аппетит шикарный, конечно, я не знаю, как она будет кушать после того, как опоросится, но сейчас у нее аппетит хороший, что еще хотел сказать, вот когда начинаю рассказывать, то сразу забываю, о чем я хочу сказать, но мои видео, они по сценарию, они не монтированы, то есть, даже если они монтированы, то они просто смонтированы с куску, поэтому, я вот целый день хожу, у меня крутится в голове куча комментариев, на которые хочется ответить, но как только начинаю записывать, то сразу забываю, смотрите, ребят, вон на стене написана дата аппараса чернушки, сегодня пятница 13, поэтому чернушке осталось 10 дней, вот, вспомнил, да, я пришел в чернухе и вспомнил, смотрите, ребят, вы мне пишите, что осталось совсем мало до аппараса, а я ей не сделал отсек для поросят, да у нее отсек для поросят сам по себе сделан, то есть, вот смотрите, вот здесь, где забетонирован турецкий пляж, то есть, турецкий цемент, это же хороший отсек для поросят, то есть, мне даже строить ничего не надо, здесь сухо, здесь отлично, я просто уберу нижнюю доску, все, я уберу нижнюю доску, и все, март уже тепло, поставлю здесь красную лампу, и поросятам будет отлично, то есть, помещение это закрывается, вот здесь можно забить пленка, если им будет холодно, но им не будет 23-го холодно, у нас уже очень страшно тепло, а вот двери здесь закрываются, они вот все оббиты пленкой, так что здесь не будет ни сквозняка, ничего, но сейчас не об этом, не об этом маточнике для поросят, дело в том, что очень много зрителей мне написало, что чернушку лучше поменять местами с физей, и мне тоже такая идея закралась, потому что физя это кабанчик, а чернушка это свинка, и я имею ввиду, что тот сарай у меня для свиноматок, поэтому мне кажется, что физи будет лучше здесь, ну не то, что именно ему будет лучше, а будет лучше, когда он будет здесь, поэтому, что вы думаете по этому поводу, напишите мне в комментариях, я лично считаю, что чернуху будет лучше перевести на место физи, во-первых, там и пол деревянный, вот, и станок, этот станок самый большой, из всех станков, которые тут есть, поэтому, я думаю, что чернушке не будет тесно, все, все, успокойся, успокойся, истеричка маленькая, ну, что вы такие крикливые, поэтому, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, поменять мне их местами или нет, я думаю, что нужно поменять, если я их буду менять, то только в воскресенье, потому что, завтра у меня рабочий день, а вот в воскресенье, я бы ее сюда перегнал, как раз ей будет, останется неделя до опороса, она освоится, и все будет нормально, мне начали писать, что это будет стресс для нее, но на самом деле, мы ее никуда далеко гнать не будем, она, ну, то есть, свиньи, голоса ей знакомы, поэтому, хоть этот станок, хоть тот, я думаю, что она сильно не расстроится, и будет нормально себя чувствовать в станке, у физи, чернушка очень стремительно готовится к опоросу, вымя у нее просто уже большое, вот прям хорошо видно, оно уже прям отделилось, пузо огромнейшее, сколько поросяток я не знаю, но я думаю, так как свинка большая, и пузо еще больше выпирает по сторонам, то их там будет точно не пять, потому что от искусственного семенения, еще и непонятно какой, какого семени, можно ожидать что угодно, не ругайся, прям нельзя погладить против шерсти, гля какая, хозяйка тут станка, я хочу гладить против шерсти, а ей не нравится, да, не нравится, чернушка, не нравится, давай будем чесать тебя против шерсти, давай, давай почешем, почешем, почешем толстуху, толстуху, давай почешем против шерсти, ой, не нравится толстушке, да, все, мое корыто, не лезь, иди, иди, все, все, чернуха, иди, тут будешь пороситься, или пойдем к девкам всем, пойдем, чернух, о, у меня какой живот, какой большой живот, у красавицы, вот так, в общем, напишите мне, ребят, мне правда интересно, но я думаю, что стоит перевести, что вы думаете по этому поводу, корыто там такое же, загончик на чуть-чуть меньше, то есть на самом деле, там ей будет свободно, вот так, ну и еще, вы меня, прям часто-часто просите, показать вам крольчат, давайте мы залезем, мамке мы пока дадим морковочку, на, на, а мы посмотрим детвору, пух уже у них сложен, ну я имею ввиду, они уже не мне накрываются, потому что они большие, но они еще сидят в ящике, ни разу не видел, чтобы они вылазили, вот таких два черных, вот такой серенький, на мамку похож, и вот такой светленький похож, не знаю на кого, вот так, в общем, вот таких четыре крольчонка, а было девять, было два чисто белых, но пропали белые, ну вот так, ребят, куда лезешь, куда лезешь, с 26, сегодня 13, это им получается 16 дней, еще где-то дня три, и они начнут кушать, начнут вылазить, и кушать уже и зерно, и морковку, вместе с мамкой грызть, в общем, все хорошо у этих малышей, ну единственное, что их мало, было бы девять, было бы на пять штук лучше, ну что есть, то есть, мамулька, ты хоть и не справилась со всеми, но спасибо тебе и за четверых, все, вот так, клетку не вынес, потому что я же говорю, повторю, что на самом деле, вот занимаюсь тем, что мне взбредет в голову, вот я придумал себе два дня обрезать деревья, и я этим два дня и занимаюсь, поели, вот эти поели, все, молодцы, пузатенькие, хорошие, у этой свинюшки уже полтора месяца супоростности, я вам обещал заснять, как я записываю, ну то есть, как я веду учет свиноматок, но так и не заснял, надо все-таки когда-то заснять, не доходят руки, вот так, да, девчульки, но девки очень классные, мне прям очень нравятся, прям большущие-большущие, красавицы мои, вот так, вот эта уточка, которая маленькая, она ходит с вот этими двумя маленькими селезнями, но этих селезней я точно оставлять не буду, поэтому нужно убрать, а с кем она будет ходить, я не знаю, да перестань, да перестань же ж ты ругаться, перестань, да шо ж ты такой эмоциональный, шо ж ты такой эмоциональный, дурачок, такая мордяка, мордяка толстая, жених, спрашивали меня, ну то есть, вы меня спрашивали, кем я буду покрывать чернуху, физией буду покрывать, ей еще две недели, ну то есть, 10 дней до опороса, потом еще месяц кормить поросят, и она все равно станет меньше после кормления, потому что, ну она потеряет вес, а физия за это время подрастет, и то есть, я на 100% уверен, что физия достанет, потому что, потому что чернуха не намного, да вообще не выше, чем вот эти две селедки, ну все ребят, буду заканчивать, там уже дробилось, на тот двор мы не пойдем, с поросятками все хорошо, я поросятам поколол железо сегодня, и уколол свиноматки, ну то есть, 4 кубика тоже, так что, мне написали там, и какие препараты ей подавать, и что ей нужно дать рыбий жир, и что ей можно дать вареную кашку, то есть, много-много комментариев написала, все я прочитал, спасибо вам большое за них, но пока я не могу попасть в аптеку, мне бы нужно купить катазал, мне Серега тоже это написал, вы мне писали, что обратись к Сереге, он специалист по всем вопросам, Серега написал катазал, я ей сам всегда для улучшения, ну то есть аппетита, людям говорил купить катазал, но я думаю, что зачем ей катазал, если она ест вкусняшки, но не ест дробленку, я не знаю, как он мне поможет, поэтому я вот сомневаюсь по поводу этого, очень много людей написало, чтобы я ей давал рыбий жир, но когда они вдвоем сидели с брюлькой, ну то есть Хельга сидела с брюлькой, то брюля ела рыбий жир, а Хельга не ела, поэтому я сомневаюсь, что она сейчас его будет есть, еще я получил много комментариев, по поводу того, что ей можно дать какой-нибудь рыбы, например, даже купить тюльку или кильку какую-нибудь дешевую, или даже вот этот соленый раствор, в котором эта рыба, ну то есть мариновалась, но я не знаю, где мне можно здесь такой найти, потому что мы живем в такой местности, где ничего, никакой ни просрочки, ни отходов, нигде ничего не найдешь, каждый пытается утянуть себе домой, то есть любой продавец магазина, по-любому в нашей местности, держит хоть что-то у себя во дворе, поэтому он все, что у него или просрочено, или отходы какие-то, точно тянет себе домой, поэтому единственное, что можно сделать, это покупать ей рыбу, ну например, самую дешевую вот эту тюльку, и просто ее добавлять в корм, ну она там недорогая, просто во время того, пока она кормит поросят, но вообще я говорю, сегодня она съела 5 яиц, около килограмма дробленки, 5 литров сыворотки примерно выпила, и все, все нормально, в общем все, все, ребят, ставим лайк, кто не подписался, подписывайтесь на канал, давайте до стрима наберем 57 тысяч, в общем и всем пока-пока, пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-